Хвасон, сельский район к югу от Сеула, был потрясен чередой убийств, начавшейся с 1986 года. Жертвы — все женщины, от подростков до 70-летних. Все они подвергались сексуальному стилию и были задушены собственной одеждой, чулками и нижним бельем, что стало известно как фирменный почерк убийцы. Затем в сентябре 1988 года была убита подросток Пак Санхи. В отличие от предыдущих случаев, когда на жертв нападали на улицы, 14-летнюю школьницу нашли в собственной постели, изнасилованной и задушенной собственной одеждой. Убийца стал более дерзким и впервые проник в дом жертвы. Этот случай, потрясший всю страну, стал восьмым за последние два года. Вскоре полиция задержала подозреваемого по имени Юн Суньё. После трехдневного допроса, на котором его лишали сна и подвергали избиениям, Юн признался. Когда его приговорили к пожизненному заключению, никто не верил в его невиновность. 20 лет он отсидит в тюрьме за чужие преступления. Или же в 2019 году найдут реального, хвасонского убийца. Или как еще его называют, корейского зодиака. Привет, меня зовут Ти, и я коллекционер ужасов, страшной истории, градские легенды и реальные преступления. На моем канале лишь одно правило. Не оборачивайся. Хочу поговорить про то, от чего кровь стынет не меньше, чем от моих историй. Эти страшные слова. Экзамены, курсовые, дипломы. Я знаю, что меня смотрит много студентов, и сейчас у вас непростая пора. Но мои знакомые из Ворк 5 могут существенно упростить вам жизнь. Они оказывают помощь в написании любых студенческих работ. Это крупнейший сервис, поэтому они предлагают низкие цены и короткие сроки. Стоимость, кстати, можно сразу увидеть на сайте, после того, как заполнишь короткую форму с требованиями. Менеджер подберет специалиста с опытом в предмете. И самое главное, правки от преподавателей вносятся бесплатно, и работу обязательно довозят до конца, чтобы ты смог получить хорошую оценку. Ну и лично от меня бонус. Промокод на скидку не оборачь 10. Ты его сейчас видишь на экране. Я обязательно добавлю его и все ссылки в описании под этим видео. Успей оформить заказ, пока цены не выросли. А теперь переходим к действительно страшным вещам. Первой пакет была 71-летняя женщина. Однажды утром в сентябре 1986 года она вышла на улицу, чтобы собрать капусту, и пропала. Ее тело нашли через несколько дней. В то время преступлению не придали особого значения. К делу были прикреплены всего три полицейских, поскольку оно произошло в момент самого важного национального события того времени – открытие Азиатских игр 1986 года. Тогда большинство полицейских управлений по всей стране были направлены на усиление безопасности в Сеуле из-за угроз со стороны Северной Кореи. Сотрудников оставалось очень мало, и три детектива не могли активно отслеживать подозреваемого. Но шли месяцы, и все больше женщин исчезало. Следующими жертвами стали девушки, которые исчезали по пути домой поздно вечером. Их тела находились спустя несколько дней, задушенные одеждой. Жители стали переживать за свою безопасность. В то время Ахвасон был сельской горной местностью с рисовыми полями, лугами и лесами. Там жило не так много людей. Из-за отсутствия автобусных маршрутов не было ничего странного в том, что женщины в одиночестве шли по рисовым полям, возвращаясь домой с автобусных остановок. Но теперь это стало опасным. Слухи распространялись стремительно. Один из них гласил, что маньяк убивал только тех, кто носил красное. Женщины были очень обеспокоены. Они не могли не выйти на улицу ночью, не надеть красную одежду. Местные жители даже установили чучело в качестве оберега, чтобы отпугнуть убийцу. Когда в январе 1087 года было найдено пятое тело девочки-подростка, которая вышла из автобуса и шла домой поздно вечером, полиция поняла, что имеет дело с серийным убийцей. Все пять случаев произошли в радиусе двух километров. Наконец, начали масштабное расследование. Для работы над делом было направлено множество полицейских из Сеула и других районов провинции Кенги. По данным газеты «Закария Геральт», в общей сложности над делом работали почти два миллиона полицейских. Полиция определила, что у подозреваемого была вторая группа крови, и именно на этом сфокусировалось следствие. В итоге было проверено более 20 тысяч мужчин, почти всех в регионе. Но это все равно, что забрасывать в сеть и надеяться поймать случайную рыбу, которая ни в коем случае не поможет определить виновного. В качестве доказательств собирали все – волосы, слюну и кровь. Но у корейской полиции не было ни оборудования, ни технологии, чтобы проанализировать образцы должным образом. Даже отпечатки пальцев сравнивались вручную, человеческим глазом. К тому времени следователям стало ясно, что убийца был умным психопатом. Он сильно усложнил задачу полиции, оставив после себя минимум улик. Однако, кое-какие зацепки все же были. В ноябре 1986 года одной женщине удалось спастись после того, как убийца связал ее и отправился на поиски ее сумочки. На основе ее показаний полиция смогла составить портрет преступника. Они искали мужчину в возрасте около 20 лет, стройного с короткими волосами и острыми глазами. Юн Сун Йо тогда был около 20 лет. Он жил в этом районе и работал на ферме. В детстве он стал инвалидом после полиомелита, а после гибели матери в автокатастрофе был вынужден прекратить посещать школу. Он рассказывал, «Моя семья не могла позволить себе образование. Я был ребенком, и мне некуда было идти». Полиция обнаружила в комнате жертвы 8 прядей волос и выяснилось, что по крайней мере 3 из них принадлежали человеку со второй группой крови. В волосах также были обнаружены тяжелые металлы, и следователи посчитали, что это нечто существенное. Юн, сварщик, подходил для подозреваемого. В его волосах были обнаружены следы титана, материала, часто используемого в сварке. С помощью профилирования полиция решила, что он испытывает ненависть к женщинам из-за своей инвалидности. Юн до сих пор помнит тот день, когда его задержали. Его лицо было грязным после рабочего дня, и он уже собирался положить в рот немного риса. Когда почувствовал что-то на своем запястье, прибыла полиция. Он подумал, что вернется, чтобы поесть. Но так и не вернулся. Юн знал некоторых друзей жертвы, но не был лично знаком с ней и никогда не был в ее доме. Его допросили. Полицейские заставляли его садиться на корточки и вставать в течение часа или двух. Затем его били ногами. Ему не давали еды и не разрешали спать. Ему неоднократно задавали одни и те же вопросы, настаивая на том, что он был увлечен жертвой и хотел совершить над ней сексуальное насилие. По его словам, это продолжалось три дня. «Было бы легче, если бы я умер», — сказал он. «Если бы я был мертв, я бы не чувствовал боли». Наконец, Юн признался. Он помнит, что что-то записал, но не помнит, что именно. «Я обязательно об этом расскажу, но прежде позволь напомнить, что до 8 июля в Москве на ВДНХ работает выставка «Россия». На ней представлены все-все регионы нашей страны. Невероятные инсталляции, колорит, традиции и технологии. Все это — выставка «Россия». Торопись посетить». Полиция созвала пресс-конференцию 28 июля 1989 года, на которой Юн Сун-Ю повторил свое признание перед камерами. Вот что он сказал. «В тот день я закончил работу со своими друзьями, и они надо мной издевались. Я бродил по окрестностям, и этот дом привлек мое внимание. Поскольку я был на взводе из-за того, что надо мной издевались тот день, я просто сделал это». На камеру Юн все время держал голову опущенной. Он выглядел несчастным и измученным. Но даже после его признания точки не соединялись. Полиция обвинила его в том, что он перелез через стену посреди ночи, чтобы попасть в спальню девочки. Это было невозможно из-за его инвалидности. Юну было бы крайне сложно раздеть и удержать девочку, которая оказала бы сопротивление. Преступник также продемонстрировал бы извращенные взгляды на секс, в то время как Юн не проявлял таких черт. В итоге оказалось, что Юна и преступника не объединяло ничего, кроме того, что они оба были мужчинами. Почему он признался? Есть несколько характерных типов людей, которые признаются в преступлениях, даже если они могут быть невиновны. Люди с ограниченными умственными или физическими возможностями, а также уязвимые люди, такие как Юн. В 80-х расследования велись в основном на основе признаний. Если подозреваемый признавался в преступлении, расследование заканчивалось. Даже без достаточных доказательств его объявляли виновным. Через семь месяцев после признания в феврале 90-го года Юн подал апелляцию на свой приговор. По его словам, назначенный ему государственный защитник так и не появился. Я не очень образованный человек и мне было сложно отвечать на вопросы, говорит он. Я не знал, что делать. Никто не верил, что я не виновен. К тому времени конституционная реформа 1987 года в Корее привела к тому, что одного признания уже было недостаточно для вынесения приговора. Прокурор в суде над Юном должен был настоять на прекращение дела, если не было предоставлено никаких подтверждающих доказательств. Но он этого не сделал. Многие считают это одной из самых серьезных ошибок в истории корейского следствия. Но потом кое-что произошло. Девятое и десятое убийства. Ученица средней школы и женщина за 60. На обеих была подпись убийцы. Они были задушены собственной одеждой. Местные жители были шокированы и напуганы. Они поняли, что убийца не пойман и не знали, когда он может появиться снова. Юн пробыл в тюрьме три года, когда к нему пришли пятеро мужчин из полицейского участка Хвасон. Они расспросили его об убийствах и рассказали о девятом и десятом делах. Он был потрясен. Юн спросил, «Это значит, что я не виновен?» Но полицейские все равно верили, что он убийца, а преступление совершил подражатель. Наступил 1991 год, и после десятой жертвы убийства внезапно прекратились. Все вздохнули с облегчением, но это также означало, что у полиции теперь не было новых данных для дальнейшего расследования. В 2006 году, спустя 15 лет после последнего убийства, срок давности истек. Это означает, что даже если бы убийца был найден, ему нельзя было бы предъявить обвинение. Юн оставался в тюрьме в течение двух десятилетий, пока не был досрочно освобожден в 2009 году. Он боялся возвращаться в мир и говорил, что не может вернуться жить в ту же деревню. Ему не с кем было поговорить, и он обратился к своему бывшему тюремному надзирателю Паку. Они подружились, и Юн часто звонил ему, чтобы просто поболтать. «Бывало, он говорил, что предпочел бы вернуться в тюрьму», — вспоминает Пак. Но прежде всего, по словам Пака, Юн говорил о своей покойной матери и желании доказать свою невиновность ради нее. «Если я встречу свою мать на небесах преступником, я не смогу себя простить», — вспоминает Пак слова Юна. В 2019 году произошел технологический прорыв. Достижения в области анализа ДНК позволили следователям извлечь образцы из улик, и в трех случаях было обнаружено совпадение. Появился новый главный подозреваемый. Мужчина в возрасте 50 лет, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме Пусана. Его звали Ли Чун-Дже. Он родился 31 января 1963 года. Рос в хороших условиях, имел приличное образование и срабатывался с другими людьми. У Ли также был младший брат, который утонул в детстве, что, возможно, травмировало его. После окончания средней школы Ли пошел в армию и три года служил танкистом. Затем устроился в компанию по производству электрических запчастей. Позже работал машинистом и крановщиком. В апреле 92 года Ли женился на бухгалтерше и уволился с работы в марте 93-го. По словам жены Ли, он был алкоголиком и жестоким человеком, который часто прибегал к насилию по отношению к ней и сыну. Через месяц после ухода жены в декабре 93-го Ли пригласил ее 18-летнюю сестру, затем накачал наркотиками, изнасиловал и убил. На следующий день он даже пошел к своему тестю и предложил помощь в поисках пропавшей девушки. Его арестовали через пять дней, а в мае приговорили к смертной казни. В 95-м году Верховный суд Южной Кореи пересмотрел приговор Ли и сократил до пожизненного заключения с возможностью условно-досрочного освобождения через 20 лет. Когда ему предъявили улики по делу хвасонского маньяка, Ли сказал лишь одно «Ну вот, наконец-то вы меня нашли». Следователи постепенно разгадывали его криминальную историю. Он мог фотографически подробно описать места преступлений. Когда дело дошло до восьмого убийства, за которое был осужден Юн, Ли почти идеально дорисовал план дома. Самой большой ошибкой во время расследования стало то, что полиция установила неправильную группу крови. На самом деле все места преступлений указывали на Ли. Он даже проходил по делу в качестве подозреваемого, но нашел выход из положения. Полиция в то время искала мужчин со второй группой крови, но у Ли – первая. Когда стало известно о признании Ли, Юна начали мучать кошмары. Он позвонил бывшему сотруднику тюрьмы Паку и попросил помощи, чтобы добиться повторного суда. 2 ноября 2020 года, спустя 13 месяцев после признания Ли, Юн исполнил свое желание. Тогда же он впервые лично увидел Ли в зале суда. Ли признался в убийстве всех десяти жертв и еще четырех, о которых полиции не было известно, а также в других изнасилованиях или попытках изнасилования. Оправдание Юна стало переломным моментом и для корейской системы правосудия. Полиция, прокуратура и суд извинились перед ним. В Южной Корее также был отменен срок давности за убийство первой степени. Юн получил от правительства Южной Кореи компенсацию в размере 2,5 миллиарда вон. В рублях это 170,5 миллионов. А я предлагаю обсудить эту историю в комментариях. Можем также перейти в мой уютный телеграм-канал «Не оборачь». Ссылка на него обязательно будет в описании. А я прошу тебя подписываться и ставить лайк этому видео. Так его увидят больше зрителей. Это был Ти. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok